А в Челябинске по благословению правящего архиерея для лидеров православных молодежных объединений состоялись миссионерские курсы. В течение трех дней здесь проходили интересные занятия в игровой форме без традиционных конференций и круглых столов. Какие планы у молодежи Среднего и Южного Урала и чему они научились у московских сверстников, рассказывают наши челябинские коллеги. На днях в Челябинске состоялась конференция «Православное просвещение в молодежной среде». Она собрала лидеров всех православных молодежных движений Челябинской области. Молодежный слет прошел в виде интерактивного обучения, игр и практических занятий. Благодаря курсу «Миссия. Возможно» удалось избежать докладов и скучных лекций. Обучение проводили московские разработчики миссионерского курса. Среди них и заместитель декана миссионерского факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета Артем Шарафуддинов. «Самое главное – это уметь работать по правилам, то есть работать так, чтобы всем членам команды было комфортно. Это принципиально важно, потому что то служение, которым мы занимаемся, люди в основном занимаются им за идею, ради Бога, ради церкви. И очень важно, чтобы людям было комфортно работать в этом служении. Этот комфорт, эта психологическая составляющая, она очень важна и для эффективности». За три дня ранее незнакомые друг другу ребята из Челябинска, Златоуста, Магнитогорска, Троицка, Миаса, Варны, Снежинска и многих других городов области стали настоящей командой. Молодежные лидеры приобрели такие важные навыки, как выступления перед аудиторией и умение работать в группах. Познакомились с множеством форм молодежного служения. Но самое главное, разработали пять социальных проектов, готовых к реализации. «Мне очень понравилась форма, когда каждый раз меняется человек, модератор, ведущий, который регламентирует деятельность, человек, который отвечает за время. То есть работа сразу структурируется, все становится по полочкам. И когда человек один все это тащит на себе, это не всегда эффективно. А здесь, работая в команде, это намного эффективнее и полезнее для всех членов команды». Так, в Челябинской области теперь появится православный молодежный добровольческий центр, фонд поддержки семьи и материнства, сеть экскурсий по храмам Южного Урала, а также молодежный православный театр с филиалами по области и мобильная миссионерская дружина. «Нас здесь научили расставлять приоритеты, организовывать работу группы, организовывать себя для работы в группе. Кроме того, нас здесь на некоторых примерах научили эффективно и быстро готовить работающий проект». Последний день конференции ребята посвятили разработке новой концепции журнала «Вестник» официального издания православного молодежного движения Челябинской области и приняли решение провести летом на берегу озера Увильды слет православной молодежи Уральского федерального округа. Продолжение следует...